Собственно, я хотел говорить про вранье. И что с этим делать вообще? То есть, опять же, сегодня лекция не совсем зависит от предыдущих, поэтому это такое третье направление для обсуждений. А именно, насколько вообще люди будут честными, когда мы предлагаем вот тот или иной механизм. Ну, понятно, что у нас постановка задачи примерно такая же. Ну, то есть, у нас есть множество m множество w, мы хотим, у каждого из m есть предотвращение на множество w, у каждого из w есть предотвращение на множество m, и мы хотим понять, поговорить про то, что будут люди вообще говорить то, что они думают или нет. Тут сразу нужно сделать несколько ограничений. Ну, во-первых, чтобы людям врать, им нужно, во-первых… Ну, давайте напишем игроки честными. Ограничения. Во-первых, приходится говорить, что они все знают все про всех. То есть, они знают все возможные… все порядки всех игроков. Да. А где там есть какая-то магическая кнопка, я помню? А вот там, может, там не нужно включать свет? Нормально? То есть, информация содержится во всех и… из этого множества. То есть, иначе, если у вас нет информации, вы вообще не знаете, что будет происходить. Во-вторых, ну, вообще, вы должны знать, какой алгоритм будет применяться по-хорошему. То есть, ну, понятно, что, например, алгоритм Гелла-Шеппельна можно делать оптимально для одного множества или для другого множества. И какой из них будет применяться, тоже от этого может что-то зависеть. Может, не зависеть, ну, как бы, не знаю. А что вы хотите сделать? То есть, вы хотите просто выдать… Что еще можно делать? Какой-то игрок, он может просто вместо своего истинного информации сказать какую-нибудь сложную информацию так, чтобы сделать себе получше. чтобы алгоритм проработал, и он получил не то, что ему выдает алгоритм, а какой-нибудь лучший вариант. И при этом он считается, что он будет полностью скрывать то, что он выдал нечистую информацию. И поэтому эта штука будет устойчивым в соседении применения этого алгоритма. То есть, он выдаст свою ложную информацию. Если он сможет получить получше, то тогда, как бы, то, что это, может быть, не устойчивое равновесие с точки зрения той информации, которую он будет предоставить, это неважно, потому что он уже получил получше, и он ничего не будет менять. Вот можно ли вообще такое сделать или нет? Ну, тут возникает сразу вторая сложность. А именно, если мы говорим, что любой игрок может что угодно говорить, то тогда начинаются такие стратегические взаимодействия. Потому что мы можем считать, что если каждый игрок может что-то поменять, что в себе улучшить, тогда они все одновременно могут что-то поменять. И как они будут рассчитывать на то, что все другие будут что-то менять или нет. И это довольно сложно начинается. Сложная процедура, потому что нужно предполагать сразу, что какое-то подмножство игроков что-то меняет. И что нужно по функции выигрыша писать. В общем, это довольно сложно. Поэтому, как правило, все ограничивается двумя исследованиями. Первое. Ты можешь ли хоть кто-то что-то поменять, чтобы себе улучшить? То есть, в основном, рассматриваются два типовых вопроса. То есть, вопрос такой. Можно ли сделать так, чтобы каждому игроку было выгодно говорить, вот честно было выгодно говорить свою информацию? То есть, его честное предпочтение, говорить его честное предпочтение, и это не хуже, чем соврать. Когда говорить свои предпочтения не хуже, чем соврать. Предлагаю, что все остальные говорят честно, то нам точно тоже будем говорить честно. То есть, если все остальные честно, я буду честным. Второе. Это такой вопрос. Считается, что одно из может полностью состоять из честных людей. То есть, я показываю на W, но это не обязательно. Сейчас я пройду пример. А дальше, тут образуется некоторая коалиция. Все, по идее, все говорят то, что они говорят. Но какая-то коалиция может собраться, между собой договориться, и перераспределить, говорить полностью, все могут говорить что угодно, так, чтобы всем было получше. Значит, соберется коалиция. Ну, в принципе, можно предполагать, что она состоит, вообще говоря, из любого подмножства, но мы будем распатривать только в случае, когда она, вот, конкретно из множества m. Договаривается. Значит, может ли она, может ли она, может ли она, может ли она договориться? Может ли коалиция договориться, чтобы всем сделать лучше? Ну, всем своим членам, всем x и z сделать лучше. То есть, ну, вот это некоторая устойчивость к тому, чтобы один врет, а эта устойчивость к тому, что врет целое подмножество. То есть, они как бы собираются. Ну, почему речь идет об этом? Ну, если мы поговорим не про мужчин и женщин, например, про студентов университета, то у вас ситуация немножко несимметричная. Потому что университеты, они, как правило, сразу заранее говорят требования, которые не предъявляют студентам. То есть, вообще говоря, информация про студентов, про университеты, она заранее известна, она там напечатана в каком-то там, ну, там, напечатана на бумажке и вывешена на стенке. И вы у каждого университета знаете, кем он предъявляет требования. И эта информация заранее известна. А потом студенты предлагают свои списки в зависимости от того, какую информацию вывести эти университеты. И, в принципе, какое-то множество студентов может пытаться договориться и подать не совсем правильный список предпочтений, чтобы всем сделать лучше. То есть, мы предполагаем, что у нас вот это множество, это множество, это университеты, они являются честными. Ну, они вот честные, они просто вывесили какие-то списки. А дальше мы говорим, что вот есть какая-то коалиция в отношении студентов, которая хочет что-то поменять и сделать получше. Ну, вот, я немножко про это поговорю, тут рассмотрю какие-то честные случаи и, там, докажу пару утверждений, больше все равно ничего не успею. Так. Ну, для простоты... Опять же, тут можно... То, что я буду говорить, можно, в принципе, вобщать на более сложные структуры. Это не слишком сильно, но просто не хочется наотратить времени. Мы будем считать, что, вот, даже если мы говорим про студентов университета, будем считать, что они хотят разбиться на пары. То есть каждый университет берет только одного студента. То есть мы считаем, что у нас там не бывает этого многоженства. В общем... Второе. Тоже мы считаем, что у нас... Можно считать, что списки не полные, но будем считать, что у нас все эти упорядочения, они полные на всем множестве. Ну, опять же, это такое... Ну, это скорее техническое ограничение. Но это зависит, конечно, от того, можем ли мы... Если мы можем обманывать, можем ли мы представлять неполные списки. И тут зависит, конечно, тоже зависит от того, как мы хотим. Но для простуды рассуждений будем считать, что они полные. Ну, и будем считать, что у нас эти множество одинаковых элементов тоже, чтобы у нас было полное просочетание. Будем считать, что мы лишних выкидем, вообще не будем их рассматривать. То, значит, что-то из этого можно, на самом деле, устранить. И это не обязательно. Ну, давайте я приду к примеру, который показывает, что, не зависит от того, какой алгоритм вы хотите применить, можно все... Один человек, в принципе, может что-то испортить. Сейчас, давайте я нарисую пример. Так, значит, сейчас будут опять буквы и цифры. Значит, пусть у меня есть три чувака А, В и С. И порядок такой у них. И тут порядок будет такой. А, С, В, С, А, В, А, В, С. Вот есть три буквы и три цифры. У каждой буквы есть полный порядок на цифрах. У каждой цифры есть полный порядок на буквах. Вообще, сколько тут есть просочетаний? Давайте сначала посмотрим. Ну, вот, сколько здесь есть устойчивых просочетаний? Так. Ну, наверное, значит, можно применить алгоритм Гейдла Шепли сначала для букв или сначала для цифр. Если применяем его для букв, то получается... Ну, можно посчитать, можно написать, как хотите. Ну, короче, будет такое. А2, В3, С1. И что у нас произойдет? У нас единицы дадут В и С. Единицы скажут, что С лучше. В пойдет к двойке. Двойка сравнит А и В. Скажут, что А лучше. В пойдет к тройке. Если Гейдл Шепли сделаем 6 цифр, делаем предложение. То у нас 1 и 3 пойдет к А, второй пойдет к С. А выберет из 1 и 3 единичку. Тройка пойдет к В. И получится 1А, 2С, 3В. 1, С2, В3. Ну, и видно, что у нас, типа, в двух просочетаниях В3, поэтому никаких других вариантов для него нет. Но для А двойки леднички стоят рядом, для леднички АЦ стоят рядом. Короче, у вас есть два просочетания, других просочетаний нет. Теперь, смотрите, я говорю, что можно... То есть, что можно сделать? Понятно, что даже если вы заранее обвеляете алгоритм, если у вас равновесие одно, то алгоритм только равновесие и выдаст. Я утверждаю, что каждый из букв и цифр, ну, вот, кто-то из них может изменить свои предпочтения так, что останется только одно равновесие, которое для него оптимально. То есть, можно даже... То есть, вот второй пункт, на самом деле, не очень существенный, потому что какой бы алгоритм вы ни задали, если это алгоритм Гейла Шепли, то он выдаст именно то равновесие, которое человек хочет. Ну, давайте... То есть, что я хочу сделать? Например, вот я играю за буквы. Я хочу, чтобы... То есть, я говорю, я утверждаю, что какая-то из букв может поменять свои предпочтения, выдав сложное предпочтение, так что из этих двух равновесий устойчивых просочетаний останется только одно. То есть, оно будет устойчивым, но это будет только одно просочетание, поэтому, какое бы алгоритм Гейла Шепли вы ни применили, у вас все время будет выпадать только оно, а не кое другое. Ну... Сейчас, давайте посмотрим, что должны сделать. Ну, вроде бы, первый должен поменять единицу-тройку местами. Вот А берет и меняет свои предпочтения на такие. 2, 3, 1. Что при этом происходит? Значит, если мы запустим угоритм Гейла Шепли для цифр, то у вас 1,3 сделает предложение А, ну, давайте посчитаем сейчас, сойдется или нет. Значит, у вас 1,3 сделает предложение А, 2 сделает... С сделает предложение двойки. А скажет, что он с тройкой... что он не хочет быть с единицей. Единица пойдет к С. С скажет, что он хочет быть с единицей. Двойка скажет, двойка пойдет к А. Двойка будет лучше, и тройка пойдет к Б. Получилось то равновесие, которое написано слева. То есть вот этот алгоритм выдал мне вот это равновесие. То есть получилось, что если мне применяют невыгодный алгоритм, тот, который я не хочу, я могу так намухлевать, чтобы получить тот, который мне выгодит. Это будет устойчивое просточесание. То есть там даже потом никаких разводов не будет. И наоборот, если я играю за цифры, то вот можно так намухлевать, чтобы получить... чтобы вот этот алгоритм выдал мне вот это просочетание. Ну что мне нужно сделать? Мне нужно, чтобы все проскочил еще один лишний ход. Ну и это, например, берет единичка, и она возьмет вместо АЦБ напишет АБЦ. Давайте посмотрим, что будет, если я применю алгоритм Герл-Шепли для букв. Значит, буквы пишут... Значит, единички пишут В и С, двойки пишут А. Единичка теперь сравнивает В и С по-новому. Она говорит, что В лучше. После чего С пишет двойки. Двойка сравнивает С и А и говорит, что С лучше. И А пишет 2, 1, 3. Значит, он пишет единички. После чего тройка пишет В. Вот получили вот это просочетание. Ну, то есть... То есть, вывод такой, что... Какой бы вы алгоритм Герл-Шепли не убирали, у вас люди могут так обманывать, чтобы получать тот алгоритм, который для них самый выгодный. Игроки... 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 То есть, в этом смысле это плохо. То есть, получается, что у вас алгоритм Герл-Шепли, то есть, если у вас есть несколько просочетаний, то люди могут обманывать, чтобы получить удобное для них просочетание. Хорошо. А может быть, они могут даже лучше себе сделать? Могут ли они соврать так, чтобы это получилось, ну, не просочетание, потому что лучше, ну, там, самое оптимальное они уже получили? Могут ли они соврать так, чтобы получить еще лучше? И тут возникает такой вопрос. Допустим... У нас единственный алгоритм это Герл-Шепли для М. Значит, у нас проходит... который наилучший для М. Может ли какой-нибудь игрок так изменить свои предпочтения, чтобы получить лучшее, чем в этом варианте? То есть, ну, вот это, по крайней мере... То есть, ну, вот тут, конечно, есть неуверенность, но мы, по крайней мере, можем гарантировать, что если мы проводим Герл-Шепли для оптимальной, скажем, для множества М, можем ли мы хотя бы гарантировать, что это множество М не захочет ничего менять? Или, по крайней мере, вот мы, допустим, у нас такие предпочтения, что у нас просто ровно одно устойчивое просочетание. Вот вернее, что если у нас хотя бы ровно одно устойчивое просочетание, то тогда люди не будут врать, не смогут врать, не смогут соврать так, чтобы получить выгоднее. Можно ли хоть что-нибудь положительное сказать? Но вот оказывается, что действительно не может, если вот у нас проходит оптимальный Герл-Шепли для оптимального множества М, то этот элемент М не может изменить свое просочетание так, чтобы получить лучшее. Ну вот сейчас примерно я, то есть примерно половину оставшегося времени я буду обсуждать, почему он не может. А дальше, то есть вот если говорить про коалицию, то на самом деле из того, что я докажу, будет следовать, что если мы, опять же, рассмотрим, допустим, проводится Герл-Шепли оптимальный для множества М. То есть, допустим, мы проводим Герл-Шепли оптимальный для студентов. Тут верно более хитрое утверждение. Это я потом напишу. На самом деле коалиция, если у вас не один человек, а несколько человек соберется, то есть один человек не сможет ничего поменять, чтобы сделать все лучшее. Вот если соберется коалиция, она может сделать следующее. Она может некоторому своему подможеству улучшить, но остальных оставить на месте. То есть, ну, нельзя сделать всем одновременно лучше. То есть кому-то лучше, она сделать сможет. Но сделать так, чтобы всем было одновременно лучше, нет. Ну, как бы это, с одной стороны, как бы это плюс и минус. То есть мы могли предполагать, что если кому-то сделается лучше, то кому-то сделается хуже. Нет, это неправда. То есть можно сделать так, что всем станет не хуже, но всем строго лучше сделать все еще нельзя. То есть, чтобы договориться, им нужно принимать, то есть нужно уговаривать тех членов, в которых ничего не поменяется, чтобы они обманули и предоставили какие-то, ну вот, чтобы они поменялись свои предпочтения для того, чтобы им сделать лучше. В общем, там есть какие-то препятствия для этого. Ну вот я примерно про это сейчас буду говорить. Так, это пример понятно, постановка понятна? Окей, ну давайте начнем. Ну вот это вот, ну давайте я напишу там теорему, не знаю, утверждение. Значит, если проводится гейл-шепли оптимальный для мужчин, то один игрок не может изменить... Ну, на самом деле, то есть, я, может, буду рассказывать долго, но идеи тут примерно понятны. Сейчас только нужно сделать вот все эти технические подготовки. Какие технические подготовки? Ну, нам нужно, во-первых, выкинуть мусор и понять, что действительно мы хотим доказать. Что значит выкинуть мусор? Ну, как у нас проводится алгоритм гейл-шепли, у нас там постоянно кто-то как бы делает предложение, потом отказы, предложения, отказы. И у нас есть куча предложений, которые вообще не связаны с этим конкретным игроком, который вообще от него не зависит. Чтобы это исправить, давайте мы немножко переделаем алгоритм гейл-шепли под наши условия. А именно, давайте сделаем так. Сейчас вот я... переорганизация гейл-шепли. Ну, у нас обычно делается так, да? Я напомню. То есть берется множество... Значит, каждый студент берет, пишет письмо в вуз, который он хочет поступить. Все вузы получают письма. Они пишут отказы всем тем, кто хуже, чем тот из тех, кроме самого лучшего, который им написал. Они получают отказы, пишут во вторые вузы и так далее. Свои вузы по своему списку и так далее. Ну, чтобы мне отличить вот этого человека М, который врет, я хочу, чтобы сделать его... Ну, чтобы он не мешал остальным, я буду запускать людей по очереди. Мы сделаем гейл-шепли следующим образом. Сначала я запускаю первого студента. Первый студент, он делает предложение тому вузу, который он хочет. Ну, сейчас я не знаю, нужно написать обозначение. Ну, в общем, он делает предложение какому-то вузу, которому он хочет. Дальше запускает следующий студент. Следующий студент заходит в комнату. Он переносит письмо в лучший вуз, который он хочет. Если этот вуз совпал с первым, то первый пишет отказ. И дальше тот студент, которому мы написали отказ, он пишет следующий вуз, в следующий положитель, которому он хочет. И так происходит до тех пор, пока у нас не закончатся отказы. То есть, если первый дал сразу второму вузу, то все так остается. Если первый, если М2 написал в W1, то дальше W1 их сравнивает. Пишет отказ на первый отказ в М1, после чего М1 пишет следующий вуз, который будет W2. Дальше заходит третий человек, снова пишет сначала в первый вуз. Если он не с кем-то совпал, то все устаканивается. Если он пишет в вуз, который уже кто-то написал, вуз делает выбор, пишет отказ. И так вот происходит, пока процесс не закончится. Ну и я вот так запускаю студентов до тех пор, пока они не закончатся. Ну и вот когда последний студент... То есть, если в какой-то момент студент, который заходит, ему все откажут, ну это, собственно, придет только на последнем шаге может произойти, потому что у нас студентов, вузов студентов одинаковое количество. Ну вот, заходит последний студент, он предлагает первому вузу, потом второму, потом третьему, и так дальше идет доказательство списка. Если кому-то все отказали вузы, то процесс заканчивается. Если... Ну, наверное, может раньше произойти. Ну да, наверное, раньше может произойти. В общем, если кому-то вузы отказали, то процесс заканчивается. А, у нас же всегда в следующей процедуре есть, поэтому такого не произойдет. Ну вот. Да, у нас же вузов столько, сколько людей, что я говорю. Ну вот так. В общем, этот процесс заканчивается, когда заходит последний студент, и вот он прошел по всем вузам, и процесс закончился. И я отражаю, что это то же самое, что Гейл Шепли, да, ну это примерно понятно, просто переупорядочили написание этих писем, ничего больше не произошло. Ну и вот я хочу запустить в УРНА последним, а до этого пусть у меня эти студенты вот заходили, и вот прошел, то есть алгоритм Гейл Шепли прошел до последнего студента. Это будет называться прологом. То есть мы запускаем всех студентов, кроме М. То есть мы его ставим в конец очереди, а остальных запускаем вот в любом порядке, в котором хотим. То есть у нас уже к тому моменту, как входит М, уже у каждого есть пара, и еще есть какой-то один свободный университет. Ну или одна свободная девушка. То есть на момент, перед тем, как М заходит, у нас есть какой-то W. Значит, и есть свободный элемент W из W. Давайте поставивательно посмотрим, что происходит. Ну вот, как бы, что, ну как бы у нас, что происходит. М у нас выдает некоторый список упорядочиваний, да, он может соврать, мы будем исследовать того, насколько он может врать, что он может получить. Поэтому на самом деле он выдает некоторый список того, в каком порядке он оходит эти W. Но он может выдать свой честный список, может соврать. И последовательность действий, которая при этом происходит, она описывается, ну мы будем называть эту последовательность действий, это сценарием. То есть сценарий это упорядоченный список элементов из W, но не обязательно всех. Ну, не обязательно всех, потому что мне, в принципе, хвост можно выкинуть, потому что если я вот, например, если у меня первый элемент это вот этот W, то просто я им сразу напишу, что W, сразу подойдется просочетание, мне на конец списка можно не смотреть. То есть это какие-то элементы из W. Но я, чтобы не путаться, ну давайте я буду писать просто большие буквы, то есть это какой-то вот там, это вот какие-то элементы у меня из W. Что происходит? дальше я могу написать, какие у меня есть шаги. Шаги моего алгоритма будут выглядеть вот так. M при входе предлагает, пишет письмо А1. Дальше А1, какие могут быть варианты? Если 1 совпадает с W, он сразу соглашается. Если он не равен W, значит ему кто-то сделал предложение, и дальше он выбирает, он пишет кому-то отказ. Это может быть либо студент M, либо студент, которому писал письмо А1. Значит, А1 пишет ему отказ. То есть это вот, это предложение, это отказ. после чего M1 пишет следующему в списке вузу А2. Ну, это будет не обязательно, то есть тут А совпадает с А1. А дальше напишет к какому-то другому вузу, ну, вот это у меня будет, например, давайте я думаю, что тут B0, который равен А1. А тут будет какой-то вуз B1. Дальше B1 тоже, значит, смотрит, если у него это, он сейчас свободен, то алгоритм заканчивается. Если нет, то B1 пишет отказ какому-то студенту, это может быть M1 или другой студент, который у него был, это будет студент M2. После чего M2 снова пытается написать тому вузу, который у него в списке. Значит, что может произойти? Ну, и дальше вот этот алгоритм как-то продолжается. Ну, чем алгоритм заканчивается? Алгоритм заканчивается либо тем, что вот у меня последний стоит вот этот вот свободный W. Ну, давайте я буду писать, чтобы не путаться с большими буквами, это у меня будет U большое. То есть, если у нас алгоритм заканчивается тем, что есть U большое, то есть, в конце кто-то написал U большому, и алгоритм закончился. Либо какому-то студенту все отказали. ну, из-за того, что... Ну, еще раз, значит, ну, как у нас строен алгоритм? Я вам делаю предложение B0. У B0 уже кто-то сделал предложение M1. B0 смотрит, выбирает, разрывается M1. Дальше M1 смотрит, у меня в следующей списке после B0 его списки. Это, B1. он ему пишет. Дальше B1 смотрит. Если у него есть предложение от какого-то там, M2 с волной, то он смотрит и согласится с ним или отказать M1, или не отказать. Он может либо отказать M1, тогда M1 в следующем списке пишет, либо он откажет M2 с волной, и тогда M2 с волной пишет в следующем списке, там это будет B2. Ну, в своем собственном списке. И так будет происходить, пока мы не дойдем до но пройдет две события. Либо у нас в конце вот этот U получит пару, либо у нас вот этот окатый откажет M. То есть в конец. Либо U получит пару, либо либо окатый откажет M. Ну, у нас список неполный. То есть я, например, говорю, что M может взять и принести неполный список, и понятно, что тогда алгоритм может закончиться. Он бы, если бы тут были все обязательно вузы присутствовали, то понятно, что алгоритм обязательно должен был закончиться про сочетание. Но, вообще говоря, если мы не полный список предоставляем, то у нас просто могут все эти вузы отказать, потому что M такой, ну, он принес просто слишком плохой список, а нужный пар ему просто там не нашлось. Ну, вот, это вот шаги этого сценария описаны. То есть тут написано подряд предложение, отказы, предложение, отказ, предложение, отказ, вот такая последовательность строится. Понятно, да? Значит, ключевая лемма, вообще ключевое утверждение, которое будет доказано, оно выглядит в следующем. То есть я сейчас могу сказать, я, в принципе, могу бы сказать, что идея этой леммы вне зависимости от того, ну, вне зависимости от, там, вот этого Гейла Шепли. И действие в следующем, что если вы приносите список, ну, что встает идея M? Он хочет приставить эти вот своих партнеров местами. Но вот если он представляет партнеров местами, то реально все, что происходит, грубо говоря, это то, что эти блоки алгоритма каким-то образом приставляются местами, ничего нового не происходит. никаких новых, вообще говоря, связей не может. Именно поэтому у нас ничего, ничего лучше получится, чем происходит алгоритм на Гейлз Шепли, не получится. Но вот это называется лемма о сценариях она говорит следующее, что если у вас, если есть два сценария, сценарий номер один и сценарий номер два, и сценарий номер один, в нем элементы содержатся полностью, в нем входят все те же элементы, что и сценарий номер два, то есть оно включено как подможество. И, кроме того, если M делает предложение всем сценарий два, и M делает предложение, ну, при проходит алгоритме Гейлз Шепли для сценария два, M делает всем предложение, и, кроме того, то каждый шаг сценария один, то есть вот каждый, все эти шаги, которые есть в сценарии один, они встречаются среди шагов сценария два, рано или поздно, то все шаги сценария номер один встречаются среди шагов сценария номер два. То есть если вы в частности, например, если вы будете представлять сценарий, который состоит из тех же двух, просто в другом порядке, то вы ничего нового не добьетесь, вы просто переставите этот алгоритм, он будет действовать так же, вы просто переставите эти вот циклы местами, ничего нового не получится. Ну, именно поэтому вы не можете ничего улучшить. Ну, вот идея примерно такая, сейчас будет доказательство. так, еще можно стереть. Ну, наверное, давайте на этот сотру, наверное. Понятно. Ну, то есть, что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что... Ну, то есть, тут есть, конечно, ограничения, в месяцах написано, что M делает предложение всем из сценария 2, это, конечно, важно. То есть, нам нужно будет еще проверять, что есть какой-то другой сценарий, в котором он делает предложение всем. Ну, как мы увидим, чтобы... Это достаточно, чтобы показать, что он не может получить лучше, чем его оптимальный вариант в алгоритме Гейл-Шепли. То есть, ничего лучше он делать не сможет, поэтому он... И врать ему совершенно невыгодно. Так. доказательство будет индукция по шагам сценария 1. Ну, на всякий случай, шаг это вот у меня любое предложение или отказ это отдельный шаг. То есть, вот это вот все штуки это шаги. каждое действие это шаг. Я утверждаю, что все предложения отказа, они, если встретились в большем сценарии, они встретились и в меньшем. ну, первое, база индукции. База индукции это то, что, вот, ну, давайте я что-нибудь напишу, значит, у меня есть сценарий 1. это вот, скажем, ну, давайте я тут напишу 1, а2, а, а, ну, а сценарий номер 2 это я эти штуки перемешал и еще что-то добавил. То есть, вот у меня есть, ну, я не знаю, как написать. То есть, у меня есть а и 1, потом какие-то бэшки, потом а и 2, потом еще какие-то бэшки. Ну, бэшки это могут пустыми быть, да, и вот там, вот, а и ка-то еще какие-то бэшки. И тут еще какие-то бэшки могут быть. Вот примерно так это выглядит. В сценарии номер 1 первый шаг это когда n пишет а1. Ну, по нашему предположению m делает предложение всем из сценария номер 2, в частности, он делает когда-нибудь предложение а1. По условию в сценарии номер 2 m сделал предложение а1 в какой-то момент. Может быть, не самое начальное, а где-то в середине он сделает ему предложение. Поэтому это верно. Переход. Допустим, первые к шагов у нас встречаются. первые k-1 так, k-1 плохо, давайте l-1 шагов из сценария номер 1 встречаются в сценарии номер 2. В шагах сценария в шагах сценария номер 2. То есть, вот весь, каждый из этих отдельных предложений у нас встречается среди шагов большего алгоритма. Ну, давайте рассмотрим следующий шаг. Ну, у нас есть два случая. Это может быть отказ или предложение. Ну, давайте посмотрим. Начинается, это может быть либо ну, m-каты делают предложение а-к-атому, либо как у нас так написано, в нашей нумерации? b-к-атому. Либо у нас b-каты отказывают m-к-плюс-перому. так, опять у меня k-появилась. Ну, давайте жи напишем тут, ладно. там k-появило. ну, давайте посмотрим, что было до этого. б-к-появило. Ну, то есть, например, что значит, что l-t-shack, это m-g-t делал предложение б-житому. это значит, m-g-t ему до этого кто-то отказал, а именно если мы посмотрим на предыдущий шаг, что у нас для того, чтобы m-g-t, если в нашем шаге сценария номер один m-g-t делает предложение б-житому, значит, до этого в алгоритме номер один m-g-t отказал б-житом в минус первый. Но когда это произошло? Это произошло либо в прологе, либо в сценарии номер один, в шагах сценария номер один, но пораньше. И в том и в другом случае эта штука должна была встретиться в шагах сценария номер два. Пролог у нас один и общий для этих двух сценариев. А по положению индукции, если ему кто-то отказал, ну, причем, понятно, что он делает предложение действующего по списку, поэтому это уже минус первый и становится однозначно. Но получается, что тогда у нас сейчас, правильно скажем, ну да, нужно смотреть, да, сейчас, посмотрю, ну, там нужно смотреть лучше, мжитый унаставлен или не равен м. Ну, да, ну, вот, если, еще раз, если мжитый не равен м, то у него список вращений не менялся, поэтому, если он делает отпражнение бюджитому, зачем он отказал, бюджитый универс первый. Этот отказ, он был либо в прологе, либо сценарии номер один раньше. И в том и в другом случае, то это отпражнение индукции, это просто по определению, он встретился в сценарии номер два. Ну, и, например, во втором случае, что сразу посмотрим, что происходит. Что значит, что бюджитый сделал предложение мж плюс первому? Это значит, что к этому моменту у бюджитого есть два кандидата, а именно мжитый мж плюс первый, и он отказывает мж плюс первому. Ну, и опять же, если мжитый плюс первый у нас не совпадает с м, то у нас эта ситуация могла появиться, когда либо она появилась в прологе, вот эта вот пара, либо она получила сценарий номер один раньше, и тогда она встретилась в сценарии номер два. то есть, вот эти вот предложения, которые сделал этот отказ, ну, вот этот предыдущий шаг, который тут был, он либо встретился в прологе, либо он встретился сценарий номер два раньше, поэтому у нас этот отказ встретился и в сценарии номер два тоже. посмотрите, сейчас, значит, что надо сказать, значит, ну, что у нас происходит, смотрите, ну, вот пусть у нас, вот это вот у нас L-T шаг алгоритм, L-T шаг сценарий номер один, а это вот L-1 шаг. Значит, когда-то, ну, вот L-T шаг это M-G-T делал продолжение B-G-T-му. Значит, если B-G-T сейчас отказывается M-G-T-1, значит, M-G-T-1 делал продолжение B-G-T-му раньше, правильно? В сценарии номер один, потому что, ну, тогда у нас должно было было быть раньше когда-то вот такая вот стрелочка. Ну, чтобы B-G-T-му отказал. Если мы посмотрим сценарий номер один, то там в какой-то момент вот это произошло. Правильно? Раньше. Слушай, иначе B-G-T-му не отказывал, если бы он не сделал ему предложение. Значит, это произошло либо в прологе, либо в сценарии номер один. И в том и другом случае этот момент обязан был произойти в сценарии номер два. И этот момент произошел в сценарии номер два. Значит, в сценарии номер два была ситуация, когда B-G-T-му делал предложение M-G-1-й, а потом M-G-T-й в каком-то порядке. То есть, так или иначе B-G-T-й в каком-то момент бы отказал M-G-1-му. Потому что если если он ну как бы он либо то есть если на момент когда я сделал предложение M-G-T-му у него было предложение вот этого, то он этому откажет. Понятно? Ну, еще раз. Вот пусть вот с сценарии номер один так выглядит. У меня тут написана вот такая штука. и это вот L-T-шаг. Тогда если ты в шагах сценария номер один это значит, что в сценарии номер один M-G-1 когда-то сделал предложение B-G-T-му. Ну, иначе бы он ему не отказывал. Значит, когда-то M-G-1 сделал предложение B-G-T-му. Это могло быть либо в прологе, либо раньше сценарий в шагах сценария номер один. И в том и в другом случае эта штука встретится сценарий номер два. Будет в сценарий номер два. И эта штука будет сценарий номер два по предложению индукции. Тогда в сценарии номер два встретится какой-то момент обжитый сделать предложение B-G-T-му и M-G-T-му сделать предложение B-G-T-му. Но значит B-G-T-я в какой-то момент откажется B-G-T-му. Потому что он получит предложение от этих двоих. но если на момент предложения от M-G-T-ого он либо M-G-T-1-му уже отказал либо от ему откажется когда ему председало предложение M-G-T-е потому что M-G-T-е лучше. Поэтому и этот шаг тоже встретится. Значит B-G-T-му сделать предложение M-G-T-е и M-G-T-1-ой когда-то в сценарий номер два в какие-то моменты времени. И он это значит что рано или поздно M-G-T-1-му откажет. Вот. Ну осталось выяснить что происходит с M но с M-то все понятно потому что что происходит по условию в сценарий номер два M делал предложение всем из этого списка большого. Если он делает всем предложение из этого списка то значит он получит от всех отказ и всем сделает предложение. Ну да только останется разобраться с последним. Для M он он доставить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть у нас есть последний человек, он должен быть из аитов. Чтобы ему не отказать в сценарии 2, у этого аитова не должно быть предложение от других игроков. Но мы уже поняли, что у нас... Пусть это последний аитый. Он в сценарии 2 согласится, если у него нет предложений от других игроков. Но если посмотрим на сценарий номер 1, там, если аит этот аитый не последний, но находится тут. То тогда получится, что в какой-то момент аитый ему отказал в сценарии номер 1. Потому что у него было предложение от какого-то другого игрока, который лучше, чем игрок М. Ну, то есть, если сценарий номер 1, аитый отказал М, то значит, существовал... у него было лучше предложение. То есть у Аитая было лучше предложение. Ну, вот, какого-то и мытого. Но тогда, по нашему предположению, для всех, кроме М, у нас все шаги в сценарии встречаются, значит, и мытый сделать предложение и аитому, и сценарий номер 2. В шагах сценарий номер 2. Ну, и тогда получится, что у Аитого не может быть хуже. То есть, если мы сделали предложение мытый, то он не может согласиться на М, потому что М-то явно хуже. Мы же не меняем, у нас же предпочтения Аитого не поменялись, у нас предпочтения М только поменялись. Поэтому, ну, вот, тут тоже ничего не получится. То есть, либо Аитый там и там последний с ним согласен, и он там и там последний шаг в предложении Аитого. Либо вот такой вариант. Если кто-то, если в первом сценарии Аитый ему отказал, то он во второй сценарии ему тоже откажет. Так, понятно? Или я уже вас потерял, уже можно заканчивать. Я уже ничего не соображаю, вы тоже ничего не соображаете. Да? Ну, в принципе, мы все докажем, что хотели, потому что, если мы вот это доказали, то дальше те отражения, которые я говорил, теорема, например, она исследует очевидным образом. Да. Сэм, еще раз, смотрите. Ну, значит, он делает предложение всем, кто у него есть в этом его большом списке, да? Значит, он... И он от всех получает отказы. Если последний не Аитый, то он получал от всех Аитых отказы, и он здесь получит тоже отказы, поэтому все хорошо, да? Ну, смотрите, в нашем шаге происходит следующее. При шагах стандартный номер один, M делает сначала предложение А1, потом он получает отказ от А1, потом предложение А2 делает отказ от А2, потом и так далее, то там Акатова. Дальше либо он там получает отказ от Акатова, и алгоритм заканчивается, либо он получает отказ от Акатова, и там дальше алгоритм, да? Теперь, что здесь происходит? По предложению, по условию Лемы, M делает всем предложение. Поэтому, если последний элемент в этом списке не Аитый, то он всем сделал предложение, и от всех получил АИТых отказы. И значит, все шаги, все вот эти предложения, которые он тут делал, они встретятся и тут. Правильно? Ну, и отказы тоже все встретятся, потому что, если он сделал всем предложение, значит, все ему отказали. Да, кроме последнего. Да, кроме последнего. Вот пусть у нас последний — это АИТый, да? Вот если последний — это АИТый, то есть два варианта. Либо в первом сценарии он отказал этому M, и тогда я утверждаю, что он во втором сценарии ему отказут, потому что, если он отказал в первом сценарии M, если в сценарии номер один АИТый отказал M, это значит, что в сценарии номер один у него было лучшее предложение. То есть, в сценарии номер один был где-то момент, где есть M и T, который лучше, чем M с точки зрения АИТого, которому сделал предложение. Но тогда эта штука встретится и в сценарии номер два. По предложению, мы доказали для всех игроков, кроме M, что их все шаги встретятся. Но значит, в сценарии номер два АИТый сделал предложение, получил предложение от имытого, это значит, что он не согласится взять M, потому что M точно хуже, чем имытый. А второй вариант, если АИТый никому не отказывал в сценарии номер один, ну тогда он тот последний, и он согласился, но тогда и здесь этот сценарий закончится тем же самым, и как бы никого отказа от АИТого он не получил. Ну, в общем, тут надо внимательно посмотреть. Ну, я теперь хочу доказать, что как бы вы не мухлевали, лучше, чем то, что вам предлагает алгоритм Келла-Шепли, вы не получите. Как это доказать? Ну, давайте разберем, пусть можно смухлевать так, чтобы получить лучше. Пусть существует сценарий, который лучше, исход которого лучше, чем оптимальный Келла-Шепли. Так, тут что-то ничего не стерлось, давайте еще что-то, а вот тряпка еще есть. Значит, пусть есть такой сценарий, который нам дает лучше, чем наш алгоритм Келла-Шепли. Ну, что мы тогда сделаем? Посмотрим внимательно этот сценарий. Какие там вообще есть, какие вообще университеты там написаны. И рассмотрим два случая. Первый случай. Все элементы в этом сценарии, они лучше для N, чем его оптимальный вариант с точки зрения Келла-Шепли. То есть пусть вот у него есть, значит, пусть все аиты в сценарии лучше, чем оптимальный, ну, обозначенный, например, О. Это вот при применении Келла-Шепли, то есть то, что дает там устойчивое просточитание. То есть если мы рассмотрим честные предпочтения там Аитова, то это будет вот прям, они будут лучше, чем О. То есть он вот дает в списке только тех, кто лучше, чем его оптимальный вариант. Хорошо. В таком случае сравним эту штуку со сценарием, в котором у нас просто ум выдает честный вариант. То есть вот есть вранье, это вот А1 и так далее, АК. И есть честный. Это вот, который у него настоящий, настоящий вот предпочтение. Сравним мы эти два сценария. Если у нас первый случай, то у нас первое множество лежит строго во втором. Что это у меня будет номер 1, это номер 2. Значит, номер 1, у меня является поднож, что он номер 2. То есть мы как-то взяли и упорядочили начальный кусок, который лучше, чем его оптимальный вариант. И заметим, что сценарий 2 у меня заканчивается ровно на О. То есть у меня вот этот первый кусок, еще какие-то дополнительные могут быть и О. Значит, если мы допустим Гейла Шепли, то у нас честно проведет весь алгоритм и закончится ровно на О. Это значит, что он делает предложение всем из этого сценария. Да, да, откинули, мы их не пишем вообще. Значит, в силу того, как работает Гейл Шепли, мы знаем, что О это оптимальный вариант, а значит, что М сделает предложение всем до О. Он честно проверит всех списки, не подходят ли они ему. М сделает предложение всем до О включительно. Сейчас, я правильно говорю? А, я не про него соврал, да? Сейчас. А, черт, черт. Извините, все, сейчас надо чуть ли поправить. Извините, сейчас. Я понял, что не так. Все, я заболтался с вами. Ну, я говорю, я ничего не соображаю, вы ничего не соображаете. Вот, понятно, я тут тем более. Мы сделаем чуть-чуть по-другому. Мы возьмем не того оптимальный вариант, а прямо того, кто прямо ровно перед ним стоит. Вот прямо на единичку меньше. То есть, вот, сделаем N, это предыдущий перед О. То есть, берем частный список и берем, обрубаем прямо перед О. То есть, берем такой кусочек, который заканчивается на последнем, кто перед самым оптимальным. Ну, и так как у нас среди А1, АК, О нет, то это все в порядке. Все еще это будет выполнено включение. И все еще, если бы применил, говорит, Гилл Шепли, то им сделать предложение всем до N включительно. Ну, смотрите, что происходит. В сценарии номер 2, сценарий номер 2 заканчивается тем, тем, что N делает отказ M. Потому что у нас просочетания нет, у нас мы, M делает предложение O, значит, он делает отказ M. Останавливаем номер 1, по предположению, чем заканчивается. Так, все понятно, никто ничего не понимает, я тоже ничего не понимаю. Так, чем заканчивается, наверное, номер 1? Что? Кто соглашается. Кто соглашается. Сценарий номер 2, сценарий номер 2. Что? Сценарий номер 2, сценарий номер 2. Нет, нет, это понятно. Сценарий номер 1, чем заканчивается? Мы предлагаем, что в сценарии номер 1 он находит себе пару лучше, чем O. То есть сценарий номер 1 заканчивается хорошо. В каком случае, значит, если заканчивается хорошо, то какое последнее действие происходит в сценарии 1? По нашему описанию. Кто делает предложение O? Вот последнее предложение, это U получает пару. Вот этот U, который был свободен, когда M вошел, вот последний шаг, это будет, когда U получит пару. В этот момент алгоритм закончится. Тем, что кто-то делает предложение U. Но если, то есть, смотрите, как только кто-то делает предложение U, то тут же алгоритм заканчивается и получается просочетание, потому что U это единственный свободный элемент в данный момент. Все, кто сделал ему предложение, на этом алгоритм закончится. Но если в сценарии 1 такой есть, то по нашей леме должно было быть и сценарий номер 2. То есть, в частности, получилось бы, что сценарий 2 должен был закончиться, это должен быть конец сценария 2, потому что после этого все заканчивается. А у нас сценарий 2 заканчивается совсем другим. Ну, то есть, получилось, что у нас есть два сценария, в одном встречаются все шаги, которые встречаются в другом, и при этом один заканчивается плохо, а другой заканчивается хорошо. Ну, такого быть не может. Ну, остался второй случай. Второй случай, второй случай. Где он писать? Давайте тут напишу. Значит, второй случай, когда у нас какой-то I у нас хуже, чем O. Существует и такой, что найдется такой какой-то элемент. То есть, ну, он не просто мухлюет, не просто переставляет начальный кусок, а он еще пытается добавить тех, кто похуже. Ну, давайте просто возьмем и... Сейчас я сделаю положение, проверим, правильно или нет. Ну, а давайте просто возьмем и удалим все плохие элементы, которые хуже, чем O. Ну, мы получим какой-то сценарий. Значит, это у меня был вот сценарий 1. Это было A1 и так далее, АК. Сценарий номер 2 это какое-то подможество. Это мы взяли и выкинули. То есть, мы взяли в том же порядке, это, наверное, неважно, и выкинули все элементы, которые... dans а Radisson, Fans. Возвращаются к хамбином, Возвращаются к хамбином. Здравствуйте. Возвращаются к хамбином. Кондитерция ждет. Я применю. Конечно. Получается к хамбинуя в тhee океану. С healing Spect SCP capeц. так сейчас мне нужно вот этим подсказка ведь сейчас осталось 10 минут ну понятно ну смотрите короче должен делать вот очень нужно привести противоречиво я могу дать стать в качестве упражнения можете как сам делать случай дайте я пару слов скажу про то что будет в общем в общем варианте и на этом закончим то есть все равно и же никто ничего не соображает если что вы мне напишите я вам подскажу что надо было сделать но короче вот в этом случае можно тоже рассмотрев два сценария аккуратно показать что вот примерно таким же образом что вот все будет плохо но на самом деле в общем если вы не сможете доказать за 10 минут у меня напишите я вам напишу текст в решении хорошо договорились но вы не сможете конечно сразу напишите письмо им сразу пришли текст и все будет хорошо на самом деле вот помните я говорил что например если мы возьмем множество игроков то для подможества игроков тоже не получится ничего ничего улучшить но на самом деле это просто примерно прямое обобщение этой теоремы а именно вот и мы если мы хотим рассмотреть подможество то есть мы берем теперь некоторые по множеству желтцов у нас уже сняли на их несколько и мы хотим чтобы они каждый из них соврал так чтобы например всем стало лучше я тоже что нельзя сделать так что все все из этом по множеству соврут так чтобы каждому сделать лучше для этого мне надо всего лишь сделать примерно следующее нужно сделать то же самое только у меня будет несколько лжуцов то есть вот я делал пролог потом я запускаю первого желтца потом второго потом третьего и так дальше только нужно договориться в какой порядке им делать отказы потому что это на самом деле важно поскольку они все время меняются предпочтения и нужно договориться где они кры не про некоторые очередность отказов то есть каком порядке кто кому отказывает зависимость только не входит в комнату и прям ровно то же самое мы делаем следующее мы доказываем вообще 0 ма сценария который говорит о том что если мы у нас у каждого если у нас множество предпочтений множество сценариев этих игроков лежит являться под множеством множество опять же сценарий этих же игроков ну там у каждого является под множеством сценарий тогда тоже все эти шаги встретиться и договориться примерно такой же тоже по индукции потому что мы можем по по каждому лжуцу двигаться по отдельности забивая на то что остальные ну то есть забивая временами на остальных и дальше примерно эта же теорема примерно таким же образом будет оказываться и в общем случае то есть мы опять же рассмотрим случай когда у всех во всех сценариях все лучше чем их истинальный вариант и вот примерно таким же способом доказывается что вот у них тогда будет проблема в конце либо найдется какой-то элемент у которого у которого написано что-то хуже чем оптимальным его оптимальный вариант и тогда мы тоже там хитрым образом удалим элементы и получим тоже противоречие то есть на самом деле все что я сказал про одиночек это яс можно перенести на язык множество доказать что ничего лучше не получится но чей не успел во-первых конечно можно было еще сказать что то что там это про сочетание один в один то вообще неважно ну еще хотелось бы качество примерками привести но что я уже не вот можно у меня он не записан а наверно копаться есть не буду потому что не смогу уже начинаете счет мне написано именно напримерчик но не ответьте мне примерчик тут нет так ничего не получится все ладно извините я все вот это я вам оставил это вот у вас будет может быть у вас будет женщина можете чуть подумать про эту тему все она это наверное все короче я вернусь в апреле есть у нас еще будут лекции в этот момент продолжаться как вы понимаете я прошу прощения как бы это не смешно ну как бы да но тут всякое может быть может на будем стационно заниматься я не знающие но я отвечу в апреле говорю про выборы хотя данный про выбор вы тоже все слушали или нет